Сегодня, в общем-то, у моей сестры Иры день рождения. Приехали мы со Снежко-Строфовый центр посмотреть сушильную машину. А я, в общем-то, принял наши посылки самсунговские. Боже, ребята, в конце января снег пошел! При нормальном свете покажу. Свети, как жопа поднялась на новых, в общем-то, на новых пружинах. Пружины вообще от STI. Диски надо, конечно, покрасить уже такие зимние. Потому что у меня есть летняя резина и зимняя. Это зимняя. Ну, а вот так вот шикарно выглядит у меня жопа-субарика. При нормальном свете. Видно, да, как у меня глушитель вообще? Должен стоять вот так вот, а он стоит вот так вот. Да, красота. И сняли мне, в общем-то, лючок бензобака для того, чтобы подобрать цвет под покраску бампера. Скоро будет красить бампер. Какие-то резиночки непонятные. Вот. Чтобы уже в цвет попасть, надо будет машину помыть. Но я пока не мою, пока она в ремонте, смысла нет. Потом стоит опять на улице. Ну, вот как-то так. Главное, что на ходу. Скажем, смертельно ничего не повредилось. Морда вся нормальная. Поэтому это все мелочи жизни, согласитесь. Бывает в разы хуже все. Сейчас мы машинку подкормим, потому что бензина там вообще была. Аж звук даже слышно. Вот так набирается прям аж как по-пустому. Сегодня, в общем-то, у моей сестры и день рождения. И мы со Снежкой очень долго думали, что ей подарить такого интересного. И решили. Новые наушники AirPods Pro. Я думаю, что она будет счастлива. У нас даже таких нет. Мы со Снежкой ходим с обычными и на самом деле довольны этим. Хорошие наушники. Но это, говорят, просто чумовая пушка. А вы последние? У нее есть как бы еще планшет. Но что-то я не замечаю, что она им особо пользуется. Но вроде бы есть. Но теперь у нее еще будут Bluetooth наушники. Которые она сможет подключить к телефону. А потом надо еще будет дома найти. У меня есть где-то Bluetooth переходник на компьютер, чтобы она могла там и к компьютеру подключать, и сидеть тоже. Будет очень удобно. Сейчас мы поедем, в общем-то, завезем деньги за гелик. Ребята, оказалось, что сдохла коробка. Только сама коробка стоит 1000 баксов. Сколько еще будут стоить ремонт и остальные вещи, не знаю. Но сейчас надо заехать, будет деньги завести. Потом поедем. Заберем, мы заказали суши и пиццу на день рождения Еле. Заберем Диму. Побудем дома. И потом на днюху поедем все вместе. Вот такие у нас планы. А еще, Снежка хочет съесть что-то там по косметике. Но я не разбираюсь с этих всяких там праймеров. Оптимус Прайма она хочет взять. Ко мне сегодня наконец-то пришли штативы, ребята. Там видеоштативы для будущих съемок. Как минимум, игры мафия. А так же, в общем-то, возможно, других проектов. Сейчас заедем на новую почту. Я как бы полностью оплатил. Но ребята попросили проверить, чтобы не было никаких поломок и тому подобное. Сразу на почте. Что если вдруг какие-то будут дефекты, которые отправят обратно и какие-то полного и пришлют. То есть если новая почта там по пути поломала или что-то еще. Вот. Есть. Подъехали. Сейчас, в общем-то, будем смотреть. Поехали мы в Тягу. Снова со Саня, что он сегодня встретил с сестрой. Моей Настей, которая от Крестной. Вот. Знаете, хорошо, что я позвонил, в общем-то, и забронировал место. Они такие, да, хорошо. Мы приезжаем, а тут полная посадка в воскресенье. Полная. И они, типа, ну, нас в ВИП-ку посадили. А если бы не сказал бы, что нас в РОМе? Это ВИП-ка. Это просто... Это ВИП-ка, он сказал. Кальянчик говорит, садись в последнюю ВИП-ку. ВИП-ка, потому что она закрыта, и можно закрыться шторами. Это ВИП-ка. Тут даже телек есть. И не думаешь, она платная? Ну, платная, не платная. Но факт в том, что сюда хуй посадили. Круто. Приехали мы со Снежко-трогой центр. Посмотреть сушили на машину. Снежка очень просила посмотреть. Выбрать. В общем-то, я нашел одну топовую модель. Но ее в магазинах нет. Она только в Европе. На польском языке. Но она крутая. Бошевская. Сушильная. Мы хотим еще посмотреть всяких фирменных магазинов. Электроники. Вот даже Бош тут есть. Что здесь за модели, какие цены и тому подобные. Ну, сейчас будем смотреть. Зашли мы посмотреть сушильную машину. Сейчас мы зашли в Бош. Я уже, честно, думал взять. Ну, мы такие... 36 тысяч там. Да, там 36 тысяч. Этот Бош топовый и так далее. Не, ну, неплохая. Неплохо смотрелось. Немножко, как бы, старомодно, но неплохо. Я сказал, что мы еще, типа, пойдем посмотрим. Потому что это был первый магазин, к которому мы зашли. Ну, мы зашли в наш Комфи. Это не реклама, ничего. Мы, бывает, и в Ало покупаем, и в Комфи. Что-то, ну, в разных магазинах. То есть, нет такого, что мы кому-то одну. Ну, в Комфи тоже часто покупали. Мы заходим туда, типа, говорю, там уже есть знакомые ребята, ну, которые, как бы, узнают, бывают, и, да, что мы блогеры. И так, как бы, нормальные хлопцы работают. И мы там, а где у вас сушильная машина? Ну, идем покажем. И мы идем, и там, короче, стоят Самсунги. Новые, 2019 года. И Снежке они пипец сразу понравились. Она такая, ого, ого. А там, короче, был представитель Самсунга, который... Он очень классно продает. Да, он, типа, представитель именно Самсунги. И он на этих машинах, бля, разбирается, как два пальца обоссать. И он начинает рассказывать. Я параллельно, пока он рассказывает, еще эти, как бы, на хотлайне. Ну, это как Е-каталог. Кто не знает, что такое хотлайн, то есть вот Е-каталог, где сборище магазинов и где, в общем-то, есть описание товара. И я понимаю, что этот Самсунг не хреновый, даже не хуже Боша. И стоит, типа, чуть даже дешевле. А по функционалу, типа, новый, еще даже Wi-Fi можно подключиться. Ну, короче, охеренная штука. И плюс там еще говорят, что мы вам еще там сделаем бонусов туда-сюда и, как бы, накидаем в итоге. То есть мы пока смотрели сушильную машину. Я не помню, сколько она там стола. Это что, до 24 тысячи гривен. Ну, короче, считаем, что косарь долларов. И тут Снежка усматривает еще стиральную машину. Тоже Самсунг. Я просто посмотрели. Темненькую, такую, там такой черно-бронзовую. Стронирована. Да. Тоже 19-го года. И как раз там есть модель более топовая, но она нам поглубине не подходит вообще никак. И есть такая, которая нам подойдет вместо старой машинки. Точнее, она не старая, блядь. Она нормальная. Но более простая. И, короче, туда-сюда, туда-сюда. И мы купили, короче, и стиральную сушильную машину. Нам там еще бонусов насчитали на 100 баксов. Даже больше, на 120 баксов. Вот. Ну, короче, через 2-3 дня нам эти машинки все привезут. Подключим. И будет Снежка радоваться жизни. Да, кица? Ну, покупки покупками. А тренироваться надо. Мишанин, в общем-то, приехал с отдыха. Покатался на лыжах. Хотя, скажу честно, там, где он катался, снега практически не было. Пришлось, в общем-то, ездить в другие места, где был снег. И вон трениться. Сегодня у Софии был день рождением. И мы идем к Милке на открытие. А у него где-то здесь. Ну, на самом деле, в центре находится. Вот тут, по-моему, где-бы слева должно быть. Да, вон, вижу, что мигает. Какая-то новогодняя. Да, и вон, написано Flash VR. Вот, и у него здесь, в общем-то, открылся свой VR... VR-заведение. Нет, мы здесь еще не были. Такая вот рекламка. Новогодняя такая вот штучка висит. Ну, Милка, когда-то мы в прошлом году мы кальян открывали. А Милка открыл какое-то произведение. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Рыбаются. Заходите, проходите. Здравствуйте. Это первый зал, там второй. Привет. Привет. Вот тут ребята рубаются. Милка! Здравствуйте. Мы вас поздравляем. Привет-привет. Ну, блин, надо же Милки взять небольшой. А так, типа, 253. Ну, сегодня на халяву. Привет. 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 А? Увижу гелик. Спасибо. Раздевайтесь. Проходите. Проходите. Короче, я знаю, что у нас ребята у Милки. Получается, такое помещение получилось просто по блату. То есть, практически весь ремонт уже был. Здесь тоже такая комнатка, где играют PlayStation. Здесь бы еще кальянчик обыкнуть был. Там, в общем-то, находится туалет. Здесь, в общем-то, зона на две VR. Причем, что говорит, что можно играть вдвоем сразу. То есть, получается, не один человек играть, а может, даже два в одну игру. И здесь, как бы, у них тоже на два человека. Инфостойка. Wi-Fi, кондиционер. И квадратура, конечно, у нас больше, чем за квайтер. Но чем-то похоже. Эти стены старенькие и так далее. Ну, хорошее место. Плюс в центре. Боже, ребята, в конце января снег пошел. Смотрите, какой... Смотрите, какой... Ох! Ох, какой! Ребята! Сыка, метель пошла резко. Видите, еще снега даже на полу нету, только началось все. Хоть-хоть, потрогай, потрогай снег, а то... О, боги! О, нарисую смайлик. Он тут засохнет, так и останется. Бля, ребята! Уже конец января. Уже второй месяц зимы. И это хоть что-нибудь посыпало. Офигеть! Все, Снеж, пошли в магазин. Снежка всю ночь убирала. Ах, я, в общем-то, принял наши посылки самсунговские. Короче, новая стиральная машина. У нас, как бы, и та была неплохая, но это какая-то вообще, типа, бомба, говорят, проверим. А это сушильная машина. Чтобы уже не сушить, в общем-то, вещи по всей квартире. Непонятно, на чем их дети, по такого. Вот ее где-то будем ставить здесь. А вот стиралку будем менять. Главное, единственное, когда покупаете стиралку, сзади есть четыре болта. Их нужно открутить, чтобы не порвать чертям барабан. А у этой, почему-то, такие штуки, эту. Не знаю, почему. Почему в сушильную машину болты не используются. Возможно, хотя и там, и там барабан. Может, мне кто-то туда соответствует, но я не знаю. Ну, вот такие вот машинки. Сейчас буду их распаковывать, устанавливать, подключать, пока Снежка отдыхает. И будем тестировать. В общем, мы немножко, ребята, лоханулись. Ну, с сушилкой все отлично. А вот с стиралкой я лоханулся. У нас, оказывается, полноразмерная она. А я заказал, короче, уменьшенную версию. Сейчас уже все будет обратно запаковать. Заплатить, чтобы ее отвезти. И заказать другую, топовую уже модель Samsung. Только полноразмерную. Это 45 см, она до 60. Что-то на 7 кг, если на 9 и более крутая. Ну, бывает. Обидно. Ну, ладно. Привез, в общем-то, ребята, я масло для геликов. Первое, это вот такое вот, в общем-то, матюль для мотора. Которое подходит. И второе, вот такой вот оригинальный Mercedes-Benz для коробки. По 10 литров каждого. Я думаю, что все будет четко. Приехал к нам стиральная машина. В общем-то, мы уже поставили новую, старую вытащили. И мы решили со Снежкой, что, короче, мы будем стирать жидкими моющими средствами. Не порошком, не таблетками для стирка, а именно жидким. Для того, чтобы и лучше растворялось. Потому что порошок, бывает, галима растворяется. И бывает такой момент, что и таблетки тоже плохо растворяются. Остаются даже, бывает, на одежде. И мы решили, что все-таки будет жидкая стирка. Посмотрите, какие есть варианты. Дом покажу вам, в общем-то, стиральную машину. Она очень похожа на сушильную. Но сушильная, ребята, это просто песня. Сколько оно грязи собирает. Это просто ужас. Блин, ребята, решили попробовать эту моршинскую плюс, новую. Pine Water. Я вам говорю, я в жизни хуже говна не пробовал. Я даже пить это не могу. Я вам не знаю, на что похоже. На вонючие носки, безвкусные. О, боже, ребята, честно. Если вы как-то видели рекламу эту и думали попробовать. Можете попробовать. Это, наверное, будет одна из самых худших водичек в вашей жизни. Потому что я даже не знаю, что вам это описать. Копоративный вкус. Непонятный. Типа минералки, но не минералки. Фу.